всем привет в этом видео будет еще немножко информации про зеленую стрелку все знают по сути дела что когда вы едете на красный основной сигнал светофора под зеленую стрелку вы должны уступить другим участникам движения то есть участникам движения которые из других направлений неважно откуда они едут ну и пешеходам разумеется да то стрелка сделано для разгрузки потоков скажем да то есть она есть доп сексе есть на белом фоне зеленая стрелка на железной таблице да они даже на разных уровнях находится одна находится на уровне красный друг она будет зеленого ну в общем об этом видео я делал а тут ситуация немножко будет другая бывает такая ситуация что светофоры раскинхонизированы одним горит уже красный а другим еще зеленый и на зеленые люди поворачивают а те которые едут на красный стрелка если они думают я же правый поворот делаю а этот чувак типа едет делать левый поворот он не должен уступить в общем покажу вам сейчас ситуации чтобы было наглядно понятно и многие современные светофоры об этом я делал уже видео работает не синхронно работают таким образом чтобы разгрузить потоки скажем да и вот здесь мне нужно повернуть сейчас налево я выезжаю на центр перекрестка пропускаю весь средственный транспорт и потом поворачиваю налево но у меня ведь и горит зеленый а у встречки сейчас горит я не знаю какой светофор у них горит у них может гореть красный может гореть зеленый я жду пока они остановятся потому что я не знаю как у них светофор то есть логично если у меня зеленый у них зеленый но здесь работает по-другому для того чтобы мы уходили налево мог поток уходил налево им загорается красный гораздо раньше сейчас это будет видно смотрите вот машина едет вот этот проехал а вот этот смотрите уже тормозит ведь он тормозит им красный мне зеленый вот чувак honda видите если бы он хотел сейчас повернуть правого ряда направо у него горит красный сигнал светофора может ехать по стрелку если никому не мешает но здесь происходит бывает такая ситуация что я хочу повернуть налево еще на зеленый у меня зеленый а у него красный и он поворачивать под стрелку думает как ну при правом повороте если у него право я с при левом должен уступить но ситуация в том что у меня-то зеленый а у него красный понимаете какая штука если вы подъехали к перекрестку поворачиваете направо под зеленую стрелку и видите что кто-то делает левый поворот у вас уже ключевой красный вы ему уступаете потому что вы не знаете какой у него светофор вы думаете что у вас красный и у него красный он типа на красный поворачивает но по правилам вы должны дать ему завершить маневр если он даже на перекрестке остался понимаете какая штука смотрите этот же перегресток покажу вам с другой стороны загорается красный сигнал светофор маршрутка впереди меня едет она хочет повернуть направо да я хочу направо и видите машины начинают поворачивать налево у них еще горит зеленый у нас уже давно красный ведь и машины прямо едут и поворачивают налево но есть людей которые вот так вот как маршрутка не останавливается а продолжает ехать по стрелку направо и люди не могут сделать левый поворот вы поняли какая штука из получается еще и сигнал а тем кто поворачивает на зеленый налево смотрите вот сейчас хороший будет моментик маршрутка будет мигать фарами что мол давайте проезжайте ну что кто здесь ездит постоянно не уже знают что у нас еще горит зеленый долго а у них уже красный но мы не знаем какой у них сигнал светофора поэтому маршрутка вот видно мигает фарами что говорит им что ребят у нас уже красный давайте мол поворачивайте Вот маршрутчик, видите, здесь молодец, помигал, всем уступил, проехал. А бывает ситуация другая. Вот я тоже выезжаю на центр перекрестка, жду, пока остановится, скажем, встречка, потому что я не знаю, когда загорится у них красный сигнал светофора, да? И вот, видите, она останавливается. Я понимаю, что можно поворачивать, поворачивать. Вот чувак едет, видите, ну он мне уступил сейчас. А бывает, что не уступает, еще сигналят мне, понимаете, какая штука? Ну вот смотрите, еще один перекресток, я вам его показывал уже тоже в других видео. Тоже хочу повернуть налево. Но тут у встречки уже нет зеленой стрелки. То есть они уже не будут ехать под зеленую стрелку. Здесь такого не будет получаться. Выезжаем на центр перекрестка. Останавливаемся и ждем, пока закончится трафик, скажем. Да, вот пока, вот видите, вот же самый впереди машина хочет повернуть. У нее сейчас стрелки нет, она повернуть не может, она нам уступает. Если бы была стрелка, вы поняли, зеленая и красная, могла бы поехать. Но здесь они, слава богу, стрелку убрали. И нет такого, что кто-то под на красный, под стрелку ломится. И вот это вот друг другу не уступает. Я вам еще это же место с другой стороны покажу. Смотрите, с другой стороны этот же перекресток, где у меня загорается красный, и стрелки нет. Ну, понятное дело, я никак не могу поехать. И вот встречка, смотрите, начинает ехать. Потому что у них до сих пор горит зеленый. То есть когда горит просто красный, всем понятно. Ну, направо ж ты не поедешь, ребят, красный сигнал светофора. Когда стрелка, у вас тоже красный. Но вы просто можете ехать, если вы никому не мешаете. Если слева кто-то поворачивает справа, то не важно, откуда вы едете, как вы едете. У вас ключевое красное. То есть вы едете только если никому не мешаете. Для чего такой рассинхрон вообще светофором нужен? Когда люди поворачивают налево, им нужно пропустить весь встречный транспорт. И собирается по ряду тянучка. Пробка образуется, да, в часы пик. Поэтому сделали так, чтобы встречка раньше остановилась. И у них было 10-15 секунд поворачивать налево, скажем, да. И вы поворачиваете налево. То есть это сделали для того, чтобы разгрузить потоки. И вот вам добавили 10 секунд каких-то, да, чтобы вы могли поворачивать налево, чтобы не собиралась пробка. А в этот момент встречка на красный подстрелку поворачивает. И получается, что заместо того, чтобы разгрузился поток, поток не разгружается, потому что они на красный подстрелку едут и тебе еще сигналят. Понимаете, да? То есть стрелка зеленая, да, она никуда не денется. Это таблица, она постоянно там висит. То есть 10 секунд машины ушли налево, да и едь себе спокойно. Не они едут на красный подстрелку и тебе сигналят, они дают тебе сделать левый поворот на зеленый. Понимаете, да? Поэтому если вы подъезжаете к перегрезку, и вам нужно поворачивать либо налево, на красный остановить подстрелку, либо направо. То есть и машины едут какие-то другие с других сторон, вы должны уступить им дорогу. То есть у вас есть правило. Все, у вас красный, зеленая стрелка вам позволяет только ехать, если вы никому не мешаете. Вы мешаете, не едьте. Еще раз вам покажу, кстати, этот светофор я уже показывал. Смотрите, у меня красный, но смотришь обычно на дальний, туда. И вот видите, загорается зеленый, и типа, мол, ну поехали, все, а у меня-то красный. Вы поняли? То светофоры не дублируют друг друга, они не дублируют еще. А сбоку как раз вот поехали слева машины. И можно поехать, попасть так в ДТП. Вот такая штука. Я это место уже показывал, оно немножко сбивает с толку. А у нас загорится секунд через пять только зеленый, смотрите. Видите, зеленый, хоп, только сейчас загорается, и можно ехать. И тут такая есть подстава, что люди начинают, смотрят на дальний, и начинают ехать раньше, и попадают. В общем, такая ситуация. Вот смотрите, тоже чувак по встречке, кстати, едет. Тоже где-то, видать, какой-то залетный, заблудился, не знает, что здесь односторонка. Ну, я, честно говоря, таких просто объезжаю. Из тех, кто посмотрит это видео, думаю, понятливых будет больше, чем непонятливых. Но это видео как раз снято для непонятливых, кто не понимает, что нужно уступать дорогу, когда у вас горит красный, и есть зеленая стрелка, то есть с другим участником движения. Ну, в общем, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто же подписался на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений. Также подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на инстаграм. Ссылочки, как обычно, в описании к видео. Всем спасибо за внимание, и до новых встреч, всем пока!